Брат, реально были вот какие-то мысли новые, чтобы какую-то вот такую же тему замутить? Или ты уже понимал, что это 24-й и 23-й год? Ну, на то время какой был, 22-й год? А, не, 19-й. 19-й год. Или ты понимал, что уже 19-й год, уже все, что ты как умел раньше зарабатывать, ну, вот такие большие деньги, то что это уже нереально? Братан, у меня два вопроса было. Я один задал, а второй тупой вопрос мне куда деть? У меня два тупых вопроса, дай я второй задам. Ладно, извините. Мы сейчас просто дальше уйдем. Все, извините. Я просто знаю вот из интервью, что там за побег что-то, типа, накидывали тебе. Я просто много раз смотрел побег из Шоушенга, я не могу не спросить. Это вот, типа, в натуре вот так бывает, что, типа, вы сидите договариваешься, так, через кухню сегодня проползем, отвертку возьмешь, спрячешь, там окно откроешь, я выпрыгну, отвлекусь здесь, дальше через окно по полотенцам. Нет? Или как это? Как это на самом деле? Так, без чик-чирика, ага. И за головой. Хе-хе-хе. Сделать свой инвентарь, как у Шейха, просто поднимай любимые скины в лучших режимах на КС Гоуран. Что? Ну, а как? Хорошо, Ренат, а ну, как бы ты сбегал? Я в фильме так видел, ты как видел? Брат, я никогда даже не смотрел такие фильмы, брат. Я никогда не хотел бы сесть. Так вот, человек там был, он нам может... Брат, расскажи, пожалуйста, как вы, вот у меня есть такой вопрос. Нет, это такое нельзя, типа, такое нельзя рассказывать, да, наверное? Ну, это, типа... Не, очень интересный вопрос, брат. Да, ищи в чате. Я уверен, там такие, как я есть, которым тоже интересно. Сроки давности-то давно вышли, просто рассказывать это можно, просто не стоит. Все, все, хороший. Но вас поймали, да, брат? И вот просто такая мысль, вот одна у меня... У меня вопрос был в чате, реально. Пацаны вот задали в Телеграме. Ты к этому один пришел, или у вас было энное количество людей? По бегу? Да. Так он же в интервью говорил группой ЛИС, по-моему, или я ошибаюсь? Это статья такая, брат. А, все. А по группе ЛИС же больше дают, брат, чем если один. Да. А они мелочиться не любят, они всегда оптом дают. А, в потовой, а, брат, а сейчас в розницу тоже нигде нету, брат. Я сам садовода, брат, я же азербайджанец. Там момент, там, тут зелень, и что спунчало, брат, надо будет тоже, если что через меня прогнать можем, брат, под хороший спройт. Брат, вот после выхода, когда ты вышел из тюрьмы, ты где освободился? В Омске. В Омске. Ты сразу поехал в Дагестан? Да. Какое отношение было к тебе, брат, в Дагестане, вот от людей? Несмотря, от людей, от адекватных людей абсолютно нормальные, отличные. От, скажем так, недоразвитых людей было какое-то высокомерное отношение. От подлых людей, естественно, подлые отношения. Я понял. А вот люди, которых вы опрокинули на деньги, от них было что-то? Или по сей день, может быть, они как-то являются в твоей жизни, появляются? Появляются, кто-то появляется, кто-то нет, да. Но от того, что они, я так скажу, кто-то недоволен, кто-то, скажем так, видит всю вину во мне. Все мы, абсолютно все мы можем разговаривать, садимся, разговариваем. На то время это так и было. Сидели, разговаривали, да, что к чему, как, что к чему привело и почему. Так, в общем-то, получилось. Были, вот, реально? Конфликтов, скажем так, с рядовыми пострадавшими, там, таких, как таков, конфликтов нет. А, брат, а были вот те люди, которые реально вот приходили к тебе и говорили, брат, Тимур, вот реально тебе от души спасибо. То, что вот на том, что, допустим, мы проебались, да, извиняюсь за мат, то, что мы проебались, вот, сагул тебе понял, что, брат, вот мы научились. Были. Я тебе даже больше скажу, были такие люди, которые смогли получить свое, вот, достаточно состоятельные люди, да, ну, не так, чтобы, там, богатые, да, ну, возможно, есть, состояние есть. Они получили свое, да, как-то успели, они приходили туда-назад и говорили, что вот, ну, они раздавали даже тем, кто вот, ну, более, там, скажем так, в тяжелом финансовом положении, они свое, то, что получили, они раздавали даже, и за это даже, а не за то, что возможность такая была, они даже за это благодарили. Были люди, которые прямо говорили, что вот пара кого, что вот такой вот жизненный опыт получил, например, да, такие тоже были, но как бы, я так скажу, от того, что многие говорят там, многие даже сейчас говорят, что это хавал, оставляем, все, здесь вопрос другой, ориентироваться на то, что кто-то это оставил хавал, кто-то это не оставил хавал, я не могу, потому что я не могу в полноте знать, как, в какой форме, за какой именно из этих рублей мне придется на том свете отвечать. Поэтому у меня нет выхода, кроме как стараться всю свою жизнь закрыть весь этот вопрос. Только в таком случае я могу... Брат, ты вылетел. Да, я сейчас звонок пришел. Все понял. Вот еще вот такой вот, ты сказал то, что ты вот хочешь до конца жизни вот попробовать закрыть этот вопрос. Как именно ты хочешь попробовать вернуть деньги людям? Я не попробовать хочу, я даже уточню еще раз то, что я сказал. В любом случае, вот мой жизненный путь сейчас, это идти именно той дорогой, чтобы та ответственность, которая была на моем имени, чтобы она была оправдана. Приду я к миллиарду долларов, к примеру, а я к нему постараюсь прийти. Приду я к миллиарду долларов, например, да. Этот миллиард долларов в виде активов на балансе мне особо в жизни удовольствия не прибавит, он на особом уровне не изменит. А решение определенного вопроса даже не миллиардом, а 10 миллионов, 20, 30, 40, 50, 100 миллионов долларов. Такие возможности даже они уже закрывают, решают весь этот вопрос. Почему я не должен стремиться, пока у меня есть силы, пока есть жизнь, идти добиваться этой цели, чтобы в конечном итоге у себя же на родине, перед, скажем так, в своем же родовом селе, чтобы и через 10, и через 20, и через 30 лет знали, что Тимур это именно тот человек, который столкнулся, случилось, упал, неважно, сам упал, как бы ни было, что он все равно взял свою ответственность, закинул на свои плечи, просто устанавливал до конца. Вот знаете. А ты, наверное, по сей день, да, нервничаешь на то, что, потому что помимо твоего имени, других имен же не было, да, в этом всем? Вот, и получается, грубо говоря. Я не нервничаю. А? Я не нервничаю. Ну, имея в виду, тебе было в моменте обидно то, что все пацаны, которые, ну, по-любому же остались те люди, да, просто не будем их именами, ну, ничего не нужно говорить. Остались же те люди, брат, которые невиновные остались в этой всей движухе? Как это? Которые по факту виноваты, но... По-любому, брат, есть те люди, с которыми, к слову, ты делил этот хлеб, ты с ними двигался, вы вместе подняли эту пирамиду, вы вместе радовались, и когда вот эта вся движуха пошла, тебя хлопнули, а они, короче, красиво ушли, и хоть кто-то из них сделал, допустим, доброе дело твоим же родителям, что как, ну, грубо говоря, вы подельники, правильно? И был ли хотя бы тот человек, который хотя бы один из твоих подельников, который вот все время, когда ты был в хате, на сроке, которые отправляли твоим родителям или родным, помогали им, не знаю, грели их? Были. Были, все, дай бог им здоровья. Просто мне вот за это было очень интересно, брат, потому что такие большие деньги были, и тогда эти люди, наверное, и посидят рядом с тобой, брат, если они были. Ну, я так скажу, поскольку я буду на земле, я за один кусок, скажем так, за один кусок хлеба, который даже они дали моей семье, пока меня не было, за один кусок хлеба даже я постараюсь быть всю жизнь рядом с ним. Базару нет, брат, базару нет, это очень сильно. А у тебя, брат, после тюрьмы остались какие-то проблемы со здоровьем или что-нибудь, ты вот как себя чувствуешь? Нет, абсолютно. Драки, мраки, там, суета была. Там за тебя, кстати, знали, брат, в тюрьме, за тебя знали? Уточни. Ну, вот когда ты сел, брат, там, может быть, там, вот ты когда сел, да? Бывает же, брат, грубо говоря, прогон идет, то, что вот человек должен сесть, так-то, так-то, вот Тимур, знали, да, за тебя? Значит, ты, когда у тебя были деньги, ты грел пацанов там? Ну, не я, а... Ну, я понимаю, имею... Да, я понимаю. Тех, кого я знал, я поддерживал, а так это... Вот есть там у меня человек, с которым я начинал, он достаточно тепло относился ко всему этому. Все, я тебя понял. Да, пацаны, это очень многие заходят и говорят, кто это. У Хавара вышел видос буквально 6 дней назад, если я не ошибаюсь. У Тимура была на то время, пацаны, большая пирамида в Дагестане, на которой он заработал очень большие деньги и про него есть видос. Если вы хотите после этого стрима, если вы жестко заинтересовались, можете зайти как к нему на страницу в Инстаграме, записан как Ахмедов Тимур, правильно? Да, да, да. Инста есть. И также у Хавара есть видос, вы можете после этого интервью залететь на YouTube и посмотреть, что и так далее про него. Потому что он там более, там, вопросы были такие, у нас-то более такой лайтовый стиль, мы сидим, что, грубо говоря, знакомимся с друг с другом. Он потом нам тоже, если захочет, кайф вопросы тоже задаст, мы тоже ответим. И в этом нет ничего такого. И просто очень многие заходят, пишут, да не Венглби, долбоеб, какой-то Венглби, ты что не видишь, что ли? Венглби, где он, где? Брат, за Томаева знаешь? Вообще вот к ракетке его как относишься? Томаева заочно знаю, говорить ничего про него там не могу, потому что лично с ним такого знакомства не имею. Про ракетку что могу сказать? Ну, похоже же на вашу тему. Нет. Братан, ты что сравнил? Ты, блядь, ракету с трейдингом сравниваешь? Или я просто что-то, ну, не понимаю? Я даже сейчас хотел сказать. Пирамида, ты говоришь, пирамида вообще как? Вот этот вопрос, я на его вопрос отвечу, как я могу относиться к ракетке? Как я могу относиться к ракетке, если в этой ракетке обещают, если в этой ракетке люди должны получить какие-то деньги? А есть такой вот неоспоримый и непоколебимый закон, если где-то прибыло, значит где-то убыло. Если кто-нибудь мне ответит на вопрос в этой ракетке, где убыло, сможет дать объяснение вопроса, где убыло, тогда я начну верить в эту ракетку. В другом случае я... Я в нее не верю, брат, это наебка стопроцентная. Конечно. Деньги, которые платят тебе за то, что ты играешь, держишь какой-то коэффициент, ставка на коэффициент, это казино, да, как в него верить? Казино, это самое страшное, что можно вообще встретить, наверное. Все, наверное, помнят еще до того, как запреты на азартные игры включили, они на каждом УГУ там... Аппараты стояли. В магазин заходишь, где аппараты стояли, там, остановись пять минут, проиграй весь свой бюджет и иди дальше. Брат, а откуда вот у тебя прибыло и откуда у тебя убыло, брат? Вот тебе же прибыло. Вот тебе же прибыла большая сумма. Я объясню, что значит, я объясню, что значит то, что я сказал. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Вот представь, что... Вот у тебя есть сейчас М-ка, правильно? Правильно. Вот представь, что тебе срочно сегодня нужны деньги и ты готов ее отдать перекупщику. Так. Вот ты отдаешь ее за 2 миллиона рублей. У меня убыло, да. Да. Ты в просадке, ты в минусе, правильно? Так. Перекупщик продает ее за 3, он плюс на миллион, правильно? Правильно. Его миллион рублей, а хоть его миллион рублей, он же от тебя убыло, правильно? Правильно. О, базор. Если ты продал дешевле, то ты купил дорогу. Все, базор. Все, брат, я... Вот и есть этот вопрос. Это уже элементарный перелив от одного игрока к другому. Ну, вот это называется пирамид. Когда я взял у тебя, отдал ему, он мне дал потом чуть больше, я отдал чуть-чуть тебе. Ты пошел еще другим, сказал, что есть такая тема, принес мне, я отдал опять ему. Ну, и вот так вашими деньгами я туда-сюда делаю и сам при этом в плюсе остаюсь. Но тут же разговор про трейдинг, я тогда не понимаю, в чем суть пирамиды. Типа я тебе говорю, вот я занимаюсь трейдингом, дай мне там условно какую-то часть денег, я там попробую их увеличить и тогда тебе отдам. Либо как-то это подробно. Я просто тогда не понимаю, как работало. Они все это называют пирамидой. Давай вот так я скажу, брат. Извини, что я тебя перебил. Да, давай. Смотри, вот представь, что я в открытую на публику, я буду там где-то свои гарантии давать, что я там на определенную сумму денег, на миллион рублей, допустим, 15% в месяц обеспечу. И ты, представь, что ты сможешь убедить какой-то определенный круг общества, что ты очень близко со мной знакомишь, что через тебя туда можно попасть. Ну, я понял, да. Но ты же не можешь гарантировать эти 15% в трейдинге. Типа случится же, это же такое, что, ну вот как мы сейчас с тобой говорили, даже технический анализ тебе не гарантирует. Там что угодно может случиться. Ничего не гарантирует, это нет такой гарантии. Я тебе просто привел, я тебе дал ответ на твой вопрос. Да, нет, я сейчас понял, да. Сейчас я понял, что ты имеешь в виду. Просто тогда получается, а люди знали, что типа, ну, это не стопроцентная гарантия? Или, допустим, я иду, привожу к тебе человека, но при этом я ему от себя гарантирую стопроцентно, что... Нет, я не понял. Нет, я понял, я понял. Нет, смотри, саму схему я понял. Но я имею в виду, вот смотри, я Ренату, Рената подтягиваю, типа, его деньги к тебе на твой баланс. Я его должен же убедить, что, типа, он получит там 15% и так далее, стопудово. Я же ему что-то гарантировать должен. Но при этом я понимаю, что ты не можешь гарантировать, потому что это трейдинг. Там, может, можно, ну, у меня лексикон очень слабый. Проебать там что, ну, можно все вообще сразу. Без мат обратно. Это не могу сказать. Если я ему это скажу, он свои деньги мне не даст. Получается, это я ему скажу на свою ответственность, что 100%, братан. А теперь скажи, в чем твой интерес? Мой интерес получить с него потом процент какой-то у тебя. То есть я ему меньше отдам, чем ты мне дашь за него. Нет, схема-то я понял. Схема рабочая, работаем. Завтра Равшану говори, что стопудово мне надо заносить 100 тысяч, я их увеличу. Сейчас уже не 159 тысяч, пацаны. А какая это? 172-2. А, отсуждать, ничего не говори Равшану, не надо нам это все. М-ку свою чини, донаты скидывайте ему так лучше. Без статей. Я считаю правильное. Брат, а были же, по-любому были люди, которые, люди вообще, человеческая сущность как работает. Они видят, что у кого-то что-то получается, результат, и хотят попробовать так же, чтобы заработать и так далее. Когда твои родственники и так далее увидели, что по какой схеме ты начал зарабатывать и так далее, были ли те люди, которые тебе давали бабки, чтобы ты им а-ля поднял бы их? И ты кидал ли родственников, понял? Да. А ты родственникам давал, да, то есть больше? Допустим, вот... Там все, не просто, там ни у кого не интересовались родственники или нет. Там все по этому было, вот скажем так, по списку, по подошедшему времени, и никто никого так не ранжировал, там по времени все эти ранги ставились. В конечном итоге, когда 23 ноября это все остановилось, тогда уже просто кто-то вообще все перестали получать что-то. Офигеть. Чтобы вы понимали, у нас в Грузии недавно тоже была такая тема, буквально год или полтора назад. То есть люди создали приложение, и люди заходили. То есть как работает сарафанное радио? Все хотят заработать халявные деньги. То есть они заходили, типа смотрели за рекламу, и им давали за это деньги. И вот так один парень, фермер, вроде бы продал все свое вот это, и потом он сам себя сделал. И поэтому, пацаны, халявных денег на этом примере нигде и никогда не будет, если только будете что-то делать. Брат, а вот помимо того, что у тебя сейчас есть какой-то автопарк, какие-то машины у тебя есть свои? Автопарка нет, автопарк мы-то не заплачем. Средства передвижения есть. Ну какие у тебя сейчас автомобили есть в собственности? Вот в собственности, вот F02, 7 BMW. 7 BMW, а какой вот прям, помимо того, что ты хочешь Bugatti купить, я понял. Для того, чтобы было бы имя, тем более это интернет, тем более если ты ее купишь в России, и даже просто начнешь с ней снимать сториз, это пиздец какая история, по факту. Потому что ее ни у кого нету. И на то прошлое время, то, что ты купил Bugatti, это уже как раз хайпилось на данный момент, в 24-м году, буквально за 6 дней. То, что ты бывший владелец Bugatti, правильно? Помимо вот этой Bugatti на автомобиле, в котором ты хочешь ездить постоянно каждый день. У тебя есть такая, или ты просто хочешь вот так сзади просто с кайфом ездить? Ну, честно сказать, скажу вот как есть, с кайфом ездить мне сейчас намного привычнее, ну, ездить на заднем сидении. Попробовать хочу как-то на либо 85-м, либо на 95-м. Отъезжу в месяц. Если, скажем так, справлюсь с этой задачей, скажем так, эмоционально, если я это вытяну, то, наверное, на X5 переседу. На X5, да, снова? На тот же Е70? Не, 85-й, либо 95-й. 70-ку сейчас можно только взять, отреставрировать от начала, ну, привезти ее в состояние нового автомобиля, припарковать и просто каждый день утром выходить, пить чашку кофе, смотреть на нее и радоваться тому, что она у тебя есть. Я вот 85-ю, брат, искал, никак не нашел, я хотел синюю на красном салоне, но все уже были потрепаны там с пробегом 130-140 тысяч. А я как понял, ты прям вот именно любитель BMW даже, вот именно BMW-шник ярый. Там мозга костей. А, вот ты мой брат. Во сколько, вот ты когда купил себе первую М-ку, это какая М-ка была? Это не М-ка была, это была 330-я дизельная в 46-м кузове, купешка. О, у меня она тоже была, у меня 4-дверная была, 330-я чп. Не, имей в виду, вот первая М-ка какая у тебя была, вот именно М-ка. Е-60-й. Ай, бля, да ладно, и как тебе, брат? Это тогда она прям, ты целку взял или с пробегом? Не, с пробегом, в то время целку дорога пошла, очень дорога. Ва-ба-ба, а М-пятая, F-10 у тебя была же, да, тоже? Да, первая М-пятая F-10 в этой стране была у меня. А, в натуре какого цвета она была, брат? Белого цвета, с красным салоном, без люха, с самой пустой комплектацией, выставочная машина, которую я просто переплатил и купил. И как тебе она, брат? Не продаж, глялька. Даже, у меня вот сейчас М-пятая F-10 компет. Я, по-моему, в истории видел у тебя сегодня. Да, да, брат, я ее сейчас восстанавливаю. Да, да, она там по чуть-чуть пострадала из-за моей глупости. То, что я в лужу понял, там как океан был, я залетел. Брата, у тебя были какие-то сильные аварии и ДТП? Братан, я тебе 500 дам, когда Рапшан 600 принесет. Да, да, это не работает уже, схема Тимур. Объясни, дай ему по-братски, он сейчас везде будет вот так людей, блядь, ходить. Он сейчас будет по всей Москве ходить вот так, дайте 500, верну 600. Пока не стрельнет, будет пробовать. Да, я буду везде пихать, по-любому кто-то принесет. Брат, а вот сейчас много людей ты, наверное, встречаешь в Москве, да? То, что вот люди там занимаются P2P, вот этой всей темой. К этой теме как относишься вообще? Ну, у меня ролик есть в этом. Я видел, я видел, я видел. То, что по телефону вот так разговариваешь? Да, 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 да. Я не знал, как это уже выразить. И очень часто этот вопрос приходил, я одним этим роликом постарался ответить. А ты вот когда вышел, брат, и вот эти все темы появились, вот 19-й год, да? Вот, грубо говоря, ты сел, брат, в каком-то... Подожди, я русский чуть-чуть понимаю. В 11-м, да, ты сел? Нет, в каком-то... В 12-м, в 13-м. В 13-м. Ну, в принципе, в 13-м и 19-м сильно жизнь отличалась? Кардинально. Прям очень кардинально. Вот первое, на что ты обратил внимание, вот, когда ты вышел, типа, вот, что? На что мы обратили внимание? Это абсолютно другой мир. Вот, что было в 13-м году, вот, мне это очень сильно заметно. Когда вот эти изменения происходят плавно, постепенно, да, их отследить очень сложно. И сейчас вспомнить, как сильно мир изменился, нереально становится. А человеку, который просто выпал, вот здесь оборвалось, вот здесь началось заново. Вот тогда вот эта разница, значит, очень разительная бывает, да? И вот я скажу, это абсолютно другой мир. И люди другие, и вот понятие, вот, в 13-м году так часто слово «брат» услышать можно было? Если в 13-м году слышал слово «брат», и за этим словом «брат» последовала подлость, за эту подлость обязательно бывал спрос. Сейчас, если человек сказал слово «брат» и сделал подлость, это слово «брат»… Это уже нормально, это уже нормально. Да, смотрят только на эту подлость. Даже вот это изменилось очень сильно. То есть, такой сказать, ну, раньше у людей были, вот, в любом случае, это все из-за денег, ничего больше. У людей меняются очень сильно. Не столько даже из-за денег. Это, наверное, ослабление какое-то идет. Постепенное ослабление идет в воспитании. А с «мурадом» что, брат, стало в итоге? С каким «мурадом»? «Мурад» же, да, его звали или как его звали? Вот на ком… «Мультиком»? Да, нет, подожди, сейчас у меня был вопрос, я его чуть пропустил. Где этот вопрос, блин? Ну, вот «бугате» с кем ты брал? Как его звали? «Мурад»? Да, да, «мурад». «Мультик» называет, так «мурад». Брат, а у тебя не было, вот, неужели, я вот думал, вот, вообще нигде в документах твоего имени не было? Да. Вообще, и не было ни разу, вот, просто по беспределу взять и прийти забрать «бугате» на «эвакуаторе». Бля, она вот просто сейчас лежит и просто никому нафиг не нужна даже. Братан, он уже в интервью об этом рассказывал. Бля, она ему очень сильно нужна. Если бы она ему нафиг не нужна была бы, этой всей истории не возникло бы. Она ему нужна очень сильно. Зачем? Это уже вопрос к нему. А ты с ним не было такого, что вот, вот, Хавр говорил, что он хочет вам сделать интервью, вот, с ним. Но мне люди говорили, что он не в стране находится, правильно? Он в стране находится, он даже в родном городе Махачкале находится. Он же у меня в истории видео есть, как он решил, этот, хайпануть, на эвакуатор погрузил какую-то там разобранную семенку и говорит, «Тимура отправить хочу». Это он? Да ладно, брат. Вот это то, что разобранное, ржавое сейчас. Подожди, вот ты сегодня в столице там. Да, 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 да. Это он. Он играет в свою игру и думает, это красиво. Я играю в свое. Он же взрослый, да, человек? Сколько ему лет, брат? Ему по-моему, 48 исполнилось. Да ну, Надюй. То есть он тебя, он еще в твою сторону вот так подкидывает. А подожди, а Хавр в итоге как-то вышел на него, чтобы сделать интервью? Я не знаю, честно сказать, не могу ничего сказать сейчас. А как на тебя Хавр вышел, брат? А как он вообще узнал вот про тебя? Или у вас там через родственников, друзей там? Нет, просто видеоролик был про этот автомобиль, про самый известный бухгалтер. Кто-то его смонтировал, я его сюда опубликовал. А это его материал был, и с этого у нас началось сообщение. Блин, брат, но это как? Просто я вот там, может быть, там где-то некрасиво, ну, сказал, понял? В ролике ты, наверное, видел видос мой. Ну, просто, брат, очень жестко он тебя прокинул, понял? Вот именно вот этот момент я себе вот в голове думал. Потому что, брат, через меня люди тоже заказывали автомобили. Я раньше тоже гнал тачки. И вот до такой степени нагло опрокинуть, брат. Прям вот, ну, это прям жестко нагло, понял? Это же не опрокинуть называется. Вот видос, который был в Ростове. В Ростов, да, это было или что это было? То, что человек ехал на Бугате, который сказал, не снимай мой... Да, Астрахань. Не снимай мой автомобиль. Это он был за рулем? Да-да, он был. Я просто в шоке. А, секунду, дайте мне. Да-да-да, не проблема. Брат, я уже, честно, блядь, не знаю, стану здесь что-то, брат. Я вот, ну... Брат, ну, а как это назвать? Вот с твоей точки зрения. Ну, смотри, я вот так в другой пример приведу. Ну, если ты, если вот, скажем так, храдун, да, человек, который там, ну, этим живет, он где-то на стороне что-то украл и ушел. Это как называется? Украл, правильно? Украл. А если я тебя братом называю, там, скажем так, считай, с одного стола с тобой каждый день ем, и когда ты отвернулся с твоего бумажника, заберу культуру. Это как называется? Мы знаем, как это называется, да. Все. Но вы до этого прям были, бля, я просто вот сижу, да, брат, непонимание, сейчас просто очень много народу сидит. И там, чтобы и ты со своей стороны понял, ничего не сказал, и я со своей стороны ничего не сказал, брат, но ситуация очень дикая, понял? Прям вот очень жесткая ситуация, тем более с Бугатти. И ты же ему, да, М-ку подарил, или я ошибаюсь? Ну, вот, ну, синюю М-ку на белом салоне. Она сейчас до сих пор у него? Да. А, вот скажи, Ра, пусть мне бампер отдаст по-братски. Это М-кой называть сложно, я не советую тебе этот бампер одевать на свою машину. Не, ну, я же гриванул бы, брат, что-нибудь. А что, он ударил ее? Ударил? В ударенном виде она лучше смотрелась, чем то, как она сейчас выглядит. А, то есть там за ней еще, походу, история даже есть. Главное, чтобы не с нее запчасти купить, бля, я тоже с Дагестана понял, запчасти покупать через пацанов. Главное, чтобы, не дай бог, меня не Апракистанус, ты че, брат? У нас же, понял, такая... А? Да я тебя хрен, тебя никто не перебьет. Брат, видишь, я со старшим братом общаюсь с кайфом, ладно, все, я молчу. Не, так в смысле, я поэтому я вас слушаю, вы что-то разговариваете, мне, ну, надо что, вот так, чтоб ты замолчал. Не, руку, да, поднимай, брат, в школе не видишь ты. Да, говори, говори, все. Я вот так их держу, брат. Все, все, станок я молчу. Не, я хочу, смотри, я не планирую потом, короче, ну, идти там и на самом деле кому-то что-то толкать. Мне просто реально интересная схема. Смотри. То есть, да, подожди, все, 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 все. И не такой, в смысле, вопрос у меня другой. Конкретно за трейтинг один человек у вас отвечал, ты, получается, да? А все остальные, это просто кто пополнял, скажем, баланс. Не было такого количества остальных, брат. Не было такого количества остальных. Это все, как снежная комната росла потом. Изначально вообще было два человека. Я вот про, как раз сейчас, которого вы обсуждаете, Мурат, и вот ребят, которые были вокруг тебя. А, он, типа, не помогал как-то. Вот я это хотел спросить. То есть, все на тебе одном держалось, получается? То есть, ты один все это, типа, сделал, сам один трейдил, никто тебе из них не помогал. То в этом случае, как бы, претензия логична. А если они, как бы, помогали, то, как бы, я так подумал про себя, то они, наверное, такие, ну, это наша доля, короче, если что. Ну, я, я, это мои, типа, размышления. Нет? Ладно, все, хорошо. Не, надо Бугатти забрать. Бугатти надо забирать. Бугатти надо. Брат, а покушение, вот, может, есть, тогда на эту тему, если неинтересно, вот, на его, этот, покушение, сколько раз были, брат? Тоже неинтересно, брат. Давай, это, знаешь, я так скажу. Что мы назовем покушение? Ну, с какой, с какой-либо целью, за что-то. Значит, где-то провинился, либо что-то забрал, не у того, у кого надо было. Ну, в моем это, это я за себя говорю. А бывает еще такое, что, бывает еще такое, что легче устранить, чем отдать, правильно? Тоже правильно. А смысл сейчас об этом говорить? Для чего? Пока не будем, пока не пришло время. Это, 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 брат, это, видишь, брат, это не лично мои вопросы, это с чата, понял? Это люди вот интересуются, которые вот хотели, понял, узнать вот за этот момент. То есть это я не... Брат, от меня, от самого вот такие вопросы были, там, как тебе М-ка, понял? Как тебе ЦЛ-63, брат? Я человек простой. Мне, мне все по автомобилям, брат, эта аудитория интересуется. Понял, понял, понял. И вот они вот именно за это, понял, говорят. И вот такое еще вот они задали, вот, богатая жизнь, понял, но одинокая. Или бедная жизнь, но с окружением. Богатая, но одинокая. Ау, ты мой брат, бабки любишь даже. Там невозможно одиноким остаться просто. Я хотел бы увидеть того, кто смог богато жить и одиноко. Мэл Строй. Он одинок? Да. Как красивого слова, может, да. Тимур, а у тебя нету никакого рилса? Или ты не хотел бы сделать такого рилса, где ты, короче, на машине, ну, вот так сидишь, на какой-то дорогой машине подъезжаешь, и тебе вот так, как, ну, кто-то подходит и говорит, блин, Тимур, вот скажи, как мне стать таким богатым, как ты? А ты вот так в замедленном плане вот так поворачиваешься и говоришь, не в деньгах счастья. Главное здоровье. И уезжаешь медленно. Для этого актерское мастерство для этого. Нет. Каждый человек, у которого много денег, обязан. Вот я когда, я вообще, я бы хотел, да, я бы хотел, если я когда-то разбогатею, только ради такого рилса, чтобы я вот так понял, ко мне он подходит, а я в майбахе сижу, я вот так не в деньгах счастья. И уехал, а он от холода умер, короче, понял? А он потерялся, да? Да, да, да. Все, дальше твой умел. Брат, а как тебя похитили? Похитили? Да. Ну, как сказать? Приехал я в Москву, смотрелись, да, этот эфир? Да. Вот там есть, скажем так, человек, который не хотел нести материальной ответственности за кассу. Который деньги хотел, но ответственности не хотел. Имя не буду отговорить. Да, да, не нужно, брат, без него, без никого. К его же родственнику я, скажем так, в гости приехал, позвонил, он пригласил в гости заехать, я заехал к нему в гости, и по-другому приехал этот человек, начал там пытаться устроить цирк и спектакль. Я ему прямо сказал, что со мной разговор, что со мной хочешь у кого-то вопрос решать? Наш вопрос, да, ну поехали. Зачем мы здесь устраиваемся, зачем мы цепляемся? Ну, со мной просто были родственники, да, люди, которых это все могло зацепить. Чтобы их не зацепило, я ему сказал, давай, поехали. Вышел я, и вышли все они, 11 человек из комплекса. Сели мы, уехали, и началась всякая каталась. Брат, а были раньше вот в то время рэкетиры, ну, назовем, ты знаешь, про кого я говорю, рэкетиры и так далее, которые говорили, типа, ну, нужно уделять. Ну, а если нужно, уделить, я сказал бы я им просто, и все. Да, и то есть и не было такого, что, допустим, ну, доложи. Слушай, а вот такой вопрос очень интересный. Брали ли у тебя люди деньги, ну, как инвестиции, грубо говоря, ты давал людям деньги, вот, допустим, есть, как правильно выразиться? Вот у меня есть много денег, да? И меня вот симпатизирует какой-то вот пацан начинающий в чем-то, не будем, не возьмем суть. Был ли, что ты просто вот грел типов большим количеством бабок, чтобы они вот стали людьми? Стартапы, понял? Вот не было такого у тебя? Вот ты, грубо говоря, вот 22 года. Вот мне просто интересно, что у тебя в голове было, брат, у тебя столько было денег, да? 22 ляма. Ой, 22 года. Я уже, видишь, в лямах уже все, голова полностью работает. Вот у тебя вот, блядь, деньги, понял? Ты во сколько женился, брат? Братан, а ты бы в 22 года спонсировал? Все, брат, все, это вопросы убираем. Не, Ренат, а вот я тебя спрашиваю, а вот тебе 20, представь, тебе 22 года, у тебя там Феррари всякие, Ламадыни, ты бы кого-то из молодых, типа, ты задался бы вопросом, бля, надо кого-то чей-то стартап спонсировать. Я думаю, нет, ну, в 22 года как будто, ну, похеру. Не, я бы тебе сказал бы одно, то, что даже на данный момент есть люди, которые, допустим, ну, молодые, понял, там, из родственников и так далее, из друзей, говорю. Там говорят, типа, бля, вот это хочу сделать, вот это хочу сделать. Ну, бля, если бабки были бы, почему нет? Или, может, я сейчас это так говорю, не знаю, я еще не стал. В 22 года как будто бы ты о таком не думал, нет? Бля, я просто думаю, что в 22 года если бы были такие бабки, я бы что делал бы? Ничего не делал бы, вот сидел бы просто, братан, в Каене, в Порше, в Ламборджине, в BMW. А какого тебе сейчас нет, на вот это время? 24, мне 24, 25 будет, да, 25 будет. Тебе 25 лет? Да, а ты сколько думал? 26 думал. Ау, брат, один год очень сильно решает, знаешь. Как будто, блядь, мозгами не ушел бы, я знаешь. Не, брат, такими большими деньгами я просто думаю, у вас интервью про бабки. Так потому, что, брат, Тимур, вон, самое начало у него было все про деньги, брат, я где такие деньги видел, ты мне скажи, я максимум, что в жизни видел, брат, это 200 долларов и то, блядь, 50 долларов купюрами на свадьбе, когда передавали, понял, чтобы записать, папа говорил, там, за две семьи нам было записать. Человек трейдингом занимается, а про что должны вопросы быть, если не про деньги, в смысле? Брат, а если бы сейчас это не посчиталось, что я, типа, короче, ну, мы реально в какой-то рекламе участвуем, я бы здесь вообще только про трейдинг его и спрашивал. Да, нет, это никакая реклама, мне просто стало интересно, я отписал ее, он сразу поинтересовался. Брат, а вот эти все автомобили и так далее, это все в счет государства ушло? Нет. А где они, брат? Я вот этому человеку, кому максимально доверие у меня было, ему так и передал. Вот в одним пакетом собрал кучу. О, он как сейчас кайфует, брат. А ты с ним на связи? А, ты же говорил, что он кинул тоже. Он сейчас не кайфует, брат. В натуре? Что вот спросить у Лахму? Про Лахму, ты про Лахму что-то знаешь, брат? А ты решил не спрашивать, почему не кайфует? Не, ну зачем, брат, значит, не нужно знать, что если не говорит, брат, человек. Про Лахму, ну, про Камиля знаю, про, скажем так, самого Камиля даже, с Камилем даже как-то пересекаются, очень много общих знакомых, но вряд ли он сейчас меня как-то помнит. Он тебя может и помнит, брат, но мне кажется, после этого видоса он узнал, брат, про это. Может быть. Брат, мы не будем тебя затягивать, если у тебя кайф есть, можем посидеть, пообщаться, можешь ты нам какие-то вопросы задать, брат, может нам какое-то норовое учение, грубо говоря, дать, как старший, либо там сказать пацанам в чате что-то, брат, умную какую-то мысль, понял, чтобы молодые пацаны поняли. Норовое учение каких-то давать я, брат, не могу, никаким образом, потому что норовоучение, которое ты так даешь, брат, это большая ответственность, как ты это норовоучение воспрямишь. Если у тебя есть какой-то вопрос, брат, я могу, скажем, свое видение по этому поводу сказать. Брат, я все, что мне было интересно, родной, я узнал, просто можем посидеть, пообщаться, если у тебя есть время по... Если мы пообщались, если, скажем так, ну, и мы в Втроем, да, и все, кто там в чате есть, если все, они нашим диалогом довольны, если вопросов у людей тоже не осталось, я, наверное, тогда пойду, меня немного ждут, я вас обещал, уделю время. Все, брат мой, спасибо тебе большое за внимание, брат. Благодарю, всем пока, Мальчик. Надеюсь, это наша не первая, ну, не последняя встреча, я когда буду в Москве, брат, очень интересно было бы без камер, без ничего, просто сесть. Чай, кофе, брат, там, не знаю, за кальяном, за столом круглым, просто посидеть, пообщаться без камер и так далее, там. И ты много знаешь, и я много знаю, просто посидеть, брат, пообщаться было бы только приятно. Люди все пишут, вуалейкумсалам, все, брат мой, вуалейкумсалам, вуалейкумсалам, поблагодарю за поддержку через тебя. Спасибо, брат. Как отключиться тоже подскажи. Просто на экраны красная кнопка, брат.